Дорогие друзья, перед просмотром видеоролика рекомендую вам платформу смарт-контракта Flow. Она основана на новой архитектуре, которая позволяет разработчикам быстрее, дешевле и удобнее обрабатывать транзакции. А это значит, что с игрой CryptoKitties, которые, кстати, были созданы этими же разработчиками, проблем уже не будет. Кроме того, 6 октября на CoinList пройдет аукцион, а TokenSale уже, кстати, побил исторические рекорды в два раза. В настоящий момент уже более 20 тысяч регистраций и 12 тысяч проплат. Ссылки на данную платформу и аукцион будут в описании под видеороликом. Всем привет, дорогие друзья, с вами Криптовтейв. Ну что, сегодня мы разберем рынок криптовалют. Также в начале октября, как я и обещал, будет видеоотчет уже на днях по торговле на рынке криптовалют за сентябрь 2020 года. Что мы заработали, что не заработали. В каких позициях мы находимся. В фиате мы не в фиате, вы узнаете уже скоро. Что касается страха и жадности, то сейчас мы видим, что индекс колеблется, значит, около отметок 45, 42 и 100. Это означает, что люди сейчас, ну, в принципе, в страхе, не способны они сейчас покупать криптовалюту. Зачастую, когда люди не покупают, криптовалютный рынок идет наверх, пускай и не сильно. Ну, как, в принципе, мы видели примерно здесь, да. Правда, ситуации разные, но тем не менее. Что касается самого рынка криптовалют, то DFI сектор сейчас терпит не самые лучшие времена. Почему? Потому что на фоне BitMEX многие эксперты, аналитики заявили, что DFI сектор будет падать, для него есть угроза. Угроза того, что, в принципе, если BitMEX биржу, ну, как-то все-таки либо зарегулирует, либо она все-таки скоманет, хотя маловероятно. Почему? Потому что пользователи, они массово закрывают длинные позиции для вывода активов с биржи BitMEX. В чем, в принципе, суть? Дело в том, что биржа BitMEX, по сути, она дает им закрывать длинные позиции и выводить биткоины. Выведено уже свыше 40 тысяч биткоинов. Вчера эта цифра была около 20 тысяч. И поэтому можно сказать, что BitMEX в этом плане, она дает людям выводить биткоины. Если бы она не давала этого делать, а уже выведена из биржи четверть баланса, то было бы плохо. Это было бы и говорило о том, что биржа имеет в свойствах скама, да, и она бы соскамилась. Но мы видим, что, в принципе, беспрепятственно выводятся биткоины, поэтому здесь нельзя говорить, что биржа как-то скаманет и так далее. Возможно, у нее сейчас просто такие вот нехорошие, не самые хорошие времена, что, в принципе, свойственно для рынка криптовалют и свойственно для некоторых бирж. И, как вы видите, что под раздачу в вот этом квартале попали не только биржа BitMEX, но и также биржа KuCoin, у которой в итоге было обнаружено, что украли 275 миллионов долларов. И ими могут быть, кстати, сотрудники биржи. И, кстати, уже биржа заявила, что будет возмещать 100% убытков пострадавшим от взлома пользователям. И по итогу все нормализуется. Но, тем не менее, как бы там ни было, не стоит хранить огромные средства на биржах, потому как, в принципе, вы не владеете по факту этими средствами. Они лежат на кошельках самой биржи, а не на вашем кошельке. Это всего лишь касается вашего аккаунта. Что касается, значит, биткоинов, то, что здесь стоит отметить, то, что биткоин, уверенно, пока что торгуется свыше 20-го мувинга. То, что у биткоина образовался треугольник. Треугольник, он образовался такого плана. Да, и, соответственно, как только мы выходим, а мы уже вышли свыше отметки 10500 долларов, это уже, в принципе, будет у нас новая точка поддержки 10400 долларов. И это будет говорить о том, что у нас все-таки бычье настроение возвращается на рынок криптовалют, и мы сможем опять улететь на 11000 долларов. При этом, я считаю, что не стоит питать иллюзиями, потому что сейчас, опять-таки, неопределенность. Вроде как готовят вторую волну коронавируса COVID-19, поэтому здесь все может быть и сыграть не в самую лучшую, кстати, шутку. Почему? Потому что также, в принципе, у нас и биткоин, и альткоины, они очень хорошо выросли. Некоторые люди скажут, что альтсизона не было, а я скажу, что альтсизон был, потому что эфириум вырос на более чем, значит, 445%, да. Это, во-первых. Во-вторых, также другие альткоины успели уже дать. X2, X3, да, например, тот же лайткоин. Ну, мы видим, что дал почти X2. Поэтому альтсизон был, просто он был не таким ярко выраженным в рамках рынка, который мы сейчас имеем. Рынок не представляет сейчас высокой волатильности, высокой доходности, как раньше, да. И поэтому он потихоньку уже становится похож на фондовый. Поэтому я считаю, что сейчас мы вот видим ту ситуацию, когда действительно многие не понимают, куда пойдет рынок криптовалют. Но я считаю, что еще на рынке будет боковик, слабая волатильность. Куда мы максимально сможем сходить, это 11 тысяч долларов. По XRP есть интересная информация на то, что мы будем все-таки расти, потому что мы здесь закрепились свыше 20-го мувинга. Пока что держимся. То есть, мы можем, в принципе, отыграть вот это падение, а именно коррекции на недельном таймфрейме и сходить, опять-таки, до 27 центов. Ну, хотелось бы в это верить. Опять-таки, XRP может быть и сходит и сделает именно то же самое. Что касается, значит, председателя SEC, он допустил возможность одобрения токенизированного ETF, да, и велика, конечно, вероятность того, что акции будут токенизированы. То есть, раньше пытались одобрить ETF, в итоге все заявки были отклонены. По итогу сейчас будут делать и одобрять токенизированный ETF, что, в принципе, и сможет повлиять на рынок криптовалют. Но помните, что в прошлом году, в сентябре, когда одобрили бакт, то рынок криптовалют на это не отреагировал, а после даже упал. Поэтому здесь не стоит возлагать какие-то надежды на ETF, потому что многие, в принципе, бредили этими ETF, а, по сути, это ничего не значит для рынка криптовалют. Он живет теханализом, живет тем, что сейчас происходит. То есть, если мы сейчас выросли, то по законам физики мы должны упасть. Пускай упасть и не сильно, но мы должны. Поэтому, в принципе, новости по большей части ничего не решают. Что касается, значит, партнера Ripple, финансера, он выбран First Impedance Bank для охвата молодой клиентской базы. И по итогу, значит, третье по величине компания финансовых услуг в мире, здесь был выбран банк для расширения розничной части своего бизнеса. По итогу мы видим и продолжаем видеть, что партнеры Ripple наращивают партнерство, заключают какие-то интересные партнерства в такое непростое время на фоне COVID-19, на фоне такого кризиса. И мы по итогу видим, что здесь все-таки речь идет о перспективе. То есть, Ripple, как и цифровое серебро, он может пролежать порядка трех лет. Потому что я считаю, что серебро с 2000-х, оно пролежало там около десятилетий. То есть, в одном диапазоне оно там торговалось от 4 до 5 долларов. И по итогу Ripple тоже может так быть. И потом мы увидели серебро по 50 долларов уже, но спустя длительный период. То есть, прошло опять-таки много лет. И я считаю, что нечто подобное тоже будет с XRP. Единственное отличие графика в том, что изначально XRP был переоценен, с серебром такого не было. И по итогу XRP потом упал. И, соответственно, нечто подобное у него сейчас формируется, как у серебра. Но, тем не менее, если XRP был переоценен, то это говорит о том, что так или иначе, рано или поздно, к отметкам он этим вернется. Потому как проводятся работы, заключается партнерство. Конечно, Ripple и XRP это разные вещи. То есть, XRP это токен, Ripple это компания. Но эта компания делает все для того, чтобы в принципе в будущем, я думаю, воспользоваться таким инструментом, как XRP. Потому что это ее детище. Вот такие дела. То есть, такой небольшой выпуск. Подытожим то, что рынок CryptoLess сейчас находится еще в зеленой зоне. Есть шансы на бычий рынок в рамках такой небольшой коррекции. Но, как только мы уходим под 10, 200, 10 тысяч долларов, здесь бы я принимал решение о шартовой позиции. Если же мы уходим на отметку, опять-таки, и закрепляемся сегодня свыше 10, 500, 10, 600, то можно было бы открыть, попытаться лонг с небольшим стопом и, возможно, отыграть движение до 11 тысяч долларов. Но, опять-таки, прибыль очень маленькая. Риски, я считаю, больше в рамках возросшего рынка в глобальном таймфрейме. Поэтому здесь я бы не лез, еще бы наблюдал, что будет с рынком. Потому что по закону физики все должно откорректироваться. И, в принципе, за последнее время мы так и видим, что тот же Ethereum, он уже просел, значит, от своих значений на 33. Ну, на данный момент на 28%. Поэтому на рынке пока что ничего интересного не происходит. Bullrun был, значит, у нас в летом этого года. Сейчас идет такая коррекция и больше, возможно, подготовка к дальнейшему снижению. А потом уже, опять-таки, новый рост. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok